Рустам Другалевич, добрый вечер. Какие болевые места для челнинской экологии вы могли бы отметить? Основными точками являются те земельные участки, у которых не определены собственники. Это за территорией города, промкомзоны, земли сельхозназначения. В городе набережной Челны такой район, допустим, он из года в год, к сожалению. Это за 63 микрорайоном. Овраги, лесополосы. И вот как только рядом где-то расположены ИЖС, какие-то садовые общества, гаражные кооперативы, по всей видимости, собственники гаражей, садов, вместо того, чтобы вывалить мусор в контейнер, они почему-то по пути стараются где-нибудь на обочине, в поле, возле леса. А как вы узнаете о таких местах и помогают ли вам в этом сами челнинцы? Ну, во-первых, согласно поставлению Кабинета министров, у нас ежегодно по республике проходит двухмесячник по санитарной очистке территории. В усиленном таком режиме осуществляется мониторинг территорий инспекторами. Прикамского территориального управления сами выявляем. Помимо этого, все-таки у нас очень сознательные граждане. Есть горячая линия 59, 36, 39 Прикамского территориального управления. Помимо этого, вот сейчас новшество, в этом году нам выделили квадрокоптер. То есть у нас сейчас свой дрон в какой-то район берем, обследуем, взлетает, он делает хорошие четкие фотографии с помощью него. Помимо этого, там, где все-таки какая-то удаленность от города, но из года в год там образовываются свалки. Вот, допустим, кольцо в сторону гордолей. Вот только убрали 3-4 дня, это уже там появляется свалка. В связи с этим, помимо квадрокоптеров, нам выдали фотоловушки. Они замаскированные и работают на движение. А как часто удается поймать таких нарушителей? 80-85% все-таки мы находим виновных. Рустам Другалеевич, ну и расскажите, какие экологические акции пройдут в ближайшее время? На сегодняшний день пока идет две операции. Это двухмесячник по санитарной очистке территорий. Вторая акция – это операция «Паводок». Мы контролируем, обследуем водные объекты на наличие как раз этих несанкционированных свалок. Раз, во-вторых, объектов потенциальных загрязнителей. И третья акция – у нас сейчас начинается операция «Чистый воздух». Это у нас будут проверяться автотранспортные предприятия. Плюс к этому операции есть еще «Автостоп». Это заезд в водоохранную зону рыбаков, отдыхающих на автомобилях. У любого водного объекта есть прибрежная защитная полоса, куда въезд запрещен. Нет, стараются заехать поближе к воде, чтобы меньше надо было нести удочки. Расскажите о самой зоне. Она как-то определяется? Разговор шел о том, что в притык к водному объекту подъезжает прибрежная защитная полоса. Вообще в водоохранной зоне запрещено ездить. Там, если водный объект протяженностью более 10 километров, у него 100 метров. В 100 метрах нельзя машину стоять. В этом году уже единичный случай. Так что до людей начало доходить о том, что не надо туда заезжать. Раз. Во-вторых, сейчас ведется работа по установке водоохранных знаков, то есть информационных счетов о том, что у данного водного объекта прибрежная защитная полоса столько-то метров, водоохранная зона столько-то метров и что там конкретно запрещено. Это будет, думаю, что удобнее. Руслан Другалевич, большое спасибо, что нашли время и зашли к нам в студию. Спасибо вам. Руслан Другалевич